Добрый вечер. Мой любимый четверг, когда я становлюсь слушателем прямого эфира, благо интересный гость всегда может меня затмить своей информацией, умением подать все это красиво и любопытно не только для меня. Алексей Симакин, руководитель полярной экспедиции «Амарок». Леша, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, слушатели. Да, причем можно сразу сказать «здравствуй, страна», поскольку программа почему-то имеет хождение в народе, в интернет-записях и вообще в цитатниках по всей стране. Так что рано или поздно это доберется до тех мест, откуда ты недавно вернулся живой и достаточно здоровый. Да, более-менее здоровый. Дай бог, чтобы эту программу услышали и увидели жители Камчатки. Собственно, это был крайний пункт нашего путешествия, который мы проехали на автомобилях Volkswagen «Амарок». Веди в курс дела. Во-первых, скажи, за какие джиперские прегрешения тебя швырнули в этот тяжкий пробег? Это ведь не просто так нужно было выслужить или, по крайней мере, залететь крупно, чтобы попасть на подобное мероприятие. Во-вторых, суть самого мероприятия. Начни сначала с себя. Ну, собственно, залет случился в 1994 году, когда я увидел в каком-то автомобильном журнале анкету об отборе на международное приключение Кэммл Трофи. Как-то загорелся, написал заявку, ну и, собственно, с тех пор-то все и понеслось. А на Кэммл-то попал? До какого отбора дошел? До какого уровня? Я отбирался шесть лет подряд. Каждый раз доходил до финального уровня. То есть я вот был в финальной тройке, в финальной четверке. Всегда был запасным. Мне ставили всегда визы Белиза в 1995 году и так далее. Ну, собственно, ни разу на сам Кэммл Трофи так и не попал. Ну, вот случился так, что я самый заслуженный кандидат. Ну, с тех пор, в общем-то, как-то вот такое джиперское, ну, не совсем все-таки джиперское, внедорожно-приключенческое движение. Оно как бы в моей крови живет. И, собственно, я занимаюсь как раз организацией внедорожных экспедиций, тест-драйвов. И, фактически, это моя работа. Давно мечтал. На самом деле, я шесть лет назад тоже проехал от Москвы до Анадыря и, в общем-то, всегда мечтал туда вернуться. Но так случилось, что Volkswagen захотел сделать вот такую уникальную экспедицию, и я в нее попал. Ну, а теперь о Volkswagen. Volkswagen-то что, собственно, учудил? Он все это делал под флагом Олимпиады. Я так понимаю, это был намек на историческую параллель с 1939 годом, когда русский с немцем опять братья навек. И мы все вместе будем побеждать на нашей общей Олимпиаде. Слушай, ну, я вот так глубоко-то не думаю, как ты. Я просто знаю, что Volkswagen является генеральным партнером Олимпийских игр в Сочи. И, в общем-то, эта экспедиция, она как раз и была посвящена Сочинскому Олимпиаде. И у нас была некая Олимпийская миссия, я потом про нее расскажу. И вот с этой Олимпийской миссией мы, собственно, и отправились через всю страну за 16 тысяч километров. То есть это такая функция пейджера. Там мы с ним местным сказать, ребят, у вас тут снега много, а Олимпиада будет в Сочи. Или, кстати, зимняя. Вы уж тут на всякий случай примите это к сведению. На самом деле снега там реально много. В этом году камчедалы сами удивлялись, потому что, говорят, вот за все года, сколько мы здесь живем, мы вот такого снега не видели. И нам по факту повезло, что мы как бы мимо вот этих всех циклонов как-то проловировали, словировали. Но мы видели деревни, которые реально по крышу засыпаны. То есть вот дорога лежит на уровне крыш. Но, в общем, было бы неплохо, да, чтобы они поделились снегом в Сочи. И Петропавловск сам по себе замечательный город. И мы так думали, что вот народ. Там всегда полночь, насколько. Да, да, да. Это из курса школы, да, там как радио включаешь, там всегда полночь. Но снега там реально много, и гор там много, и замечательная биатлонная трасса. И, в общем-то, мы тоже так подумали. Вот, наверное, вот здесь было бы неплохо провести Олимпиаду. Но, слава богу, не мы, не нас лежит бремя ответственности о принятии решения, где проходит Олимпиада. Поэтому с нас взятки-кладки. Вы просто тихо приехали в очередной раз, подтвердив еще одну историческую параллель 1941 года о том, что немцы всегда с погодой не угадывают, когда именно нужно соваться в эту страну. Ну, в общем, да. Но, тем не менее, у нас был в команде один немец. Это Райнер Циттл, собственно, лицо Фольксвагена. И он уже установил несколько мировых рекордов, рекордов Гиннеса. И он также параллельно со мной давно мечтал попасть на Чукотку-Камчатку. И, соответственно, вот у нас был международный экипаж. Поэтому на этот раз немцу повезло. Тогда расскажи теперь вот по порядку, для тех, кто не в курсе. Как это все? Откуда это? В какие временные интервалы и по какой погоде состоялось? Стартовали мы 7 февраля, соответственно, вот этого 13-го года из Москвы. 7 февраля это дата начала Олимпийских игр. То есть мы стартовали ровно за год до Олимпийских игр. Был шанс успеть. Да, был шанс успеть. Целый год был впереди. Изначально старт планировался из города Сочи. Отгадай, почему. Ну и отгадай, почему, собственно, он не состоялся в городе Сочи. А вот почему он не состоялся, я не знаю. Там же все готово, все построено. Там шикарные дороги, автобаны, космодром. Там ювы-сюки. Там все великолепно. Я каждый день смотрю по телевизору, что краше Сочи больше ничего нет. Там каждый день стартовать можно. Как там профессор Преженский говорил? Не надо читать советские газеты. Других нет. Но, в общем, не случился старт в городе Сочи. Потому что там было много других разных мероприятий. И приезжали другие важные люди в этот славный город. Стартовали мы из Москвы. Что на данный момент тоже символично. Потому что, а, это столица нашей Родины. Пока еще, да. Да. И, б, это, собственно, столица Олимпиады 80. В общем, было к чему, за что зацепиться. Стартовали из Москвы 7 февраля. И отправились на восток. Мы прикидывали, что у нас эта экспедиция займет около двух месяцев. Ориентировочную дату мы поставили 12, 12, 17, 17 апреля. Из которых мы месяц клали от Москвы до Анадыря. Это где-то 14 тысяч километров. 14, 14,5. И еще месяц мы клали от Анадыря до Петропавловска-Камчатского. Это следующие 2000 километров. Практически, в общем-то, так и получилось, как мы предполагали. Мы финишировали ровно на 60-й день нашей экспедиции в городе Петропавловск-Камчатском. А какая-то предварительная разведка маршрута была? Ну, я уже говорил, что 6 лет назад я ездил на других внедорожниках до Анадыря. И, в общем-то, я так более-менее себе представлял... По лету, по зиме ты ехал? Зимой, зимой. Ну, летом там, в принципе, нереально ехать. Там вообще ничего не ездили. Там негде. Там, да, негде. Негде. Велика Россия. Да, вот там негде. А вот проехать можно там только зимой. Собственно, мы ехали тогда в марте-апреле. Было достаточно тепло. В этот раз, кстати, мы там попали в районе Усть-Неры. В мороз был минус 56. Для меня это было немножко странно. Как вот это так? Вот минус 56. Я вот на своей памяти помню, когда школьником был, было минус 42. Мы играли в хоккей. Ну, в общем-то, вот минус 56 я себе не представлял. Было страшно, потому что... Не играли в хоккей? Не, минус 20, минус 30. В хоккей как-то вот нет. Мы клюшек не взяли. Да и немцам было жалко. Он бы на воротах точно примерз. Ну, в общем, да, они как-то не очень хорошо в хоккей играют. Офицарцев у нас не было с собой в команде. Я считаю, что немец у вас был один титульный, да и тот последний. Его надо было сберечь до финиша. Мы берегли. Вот мы его берегли прям как зеницу ока. Талисман все-таки. У нас было три талисмана других. Собственно, те самые сочинские талисманы. Зайчик, Леопардик и Мишка. И у нас было три автомобиля. И они у нас именно так и назывались. Сначала это все была шутка, такой легкий стеб. Но потом они как-то вот вошли в нашу команду. И вот Зайчик, Леопардик и Мишка вот такие, собственно, позывные в эфире у нас так и были до самого-самого финиша. Тем более, что вы въехали в территорию, где миром правят шаманы и духи. Поэтому дух тех зверушек, которых вы взяли с собой в качестве талисмана и подселили их в недра автомобиля, был как раз в сговоре. Иначе вы не дошли. Шутки шутками. Мы реально прониклись вот в эти всякие духовные вещи. И я очень много про это говорил. И, в общем-то, там действительно система координат совершенно другая. Там действительно нужно договариваться с природой. Нужно как бы понимать природу. Ни в коем случае нельзя говорить. Ну вот сейчас вот через 4 часа мы это проедем. Нам осталось ехать 2 дня. Вот как только ты начинаешь вот это говорить, все, до свидания. Тут же приходит какая-то пурга, метель, случается с машиной что-то. Поэтому вот тихо и смиренно, потихонечку, с каждым камушком пошушукался. Каждый с каждым облачком поговорил. И вот так вот, вот так вот тихо и сапой раз-раз-раз и доехали. Поэтому мишка, зайчик и леопардик, это вот такие настоящие-настоящие одухотворенные машинки, с которыми мы долго достаточно вступали в контакт. Но потом они как бы стали полноправным членом нашей экспедиции и, в общем, перестали жаловаться и болеть. Хотя вообще-то вот три самых русских зверя, которые должны были стать талисманами, это жаба, белочка и песец. — Ну, там разные варианты были. Опять же, ну зачем? Это же не наша ответственность. — Да, конечно, нам назначили, но мы-то знаем просто ценность каждого из них. Потому что леопардик в наших широтах в качестве талисмана не очень понятен. А вот песец, ну, просто в полное лицо, во весь рост, ясен и внятен. — Мы встречали там огромное количество песцов. — А есть еще такой военно-морской зверь, называется полный песец. — Это не говорит о том, что он толстый, это говорит о том, что с духами не договорились. — Да, но с точки зрения... там, собственно, лед, поэтому полного песца не было. — Подробности через новости. — У меня в гостях Алексей Симакин, руководитель полярной экспедиции «Амарок». И, что примечательно, живой и здоровый. Съездил он настолько в далекие края, что не все оттуда возвращаются. Леш, сколько было машин и какая степень подготовки была у них? — Машины, которые дошли от Москвы до Петропавловска-Камчатска, всего их было три штуки. Но, собственно, состав нашей экспедиции, он постоянно менялся, постоянно увеличивался, уменьшался. — По машинам были полетены? — И по машинам, и по транспортным средствам, скажем так. Стартовало из Москвы и финишировало в Петропавловск-Камчатском три автомобиля, специально подготовленных к «Фротсвагену Марокко». Про переоборудование я могу потом попозже чуть-чуть рассказать. Вместе с нами из Москвы стартовало еще три абсолютно серийных автомобиля. Они должны были по плану доехать у нас до города Устнеры, который находится в Якутии, в Аймеконском районе. И, соответственно, дальше мы должны были поехать на четырех автомобилях, три подготовленных, один серийный. Таким составом мы должны были доехать до города Анадыря, там оставить один серийный автомобиль и дальше на трех специально подготовленных ехать в Петропавловск-Камчатский. Собственно, примерно все так и получилось. За исключением того, что на Чукотке случилось во время нашего посещения города Геккинота Пурга, самолеты не летали, дети в школу не ходили, собаки по улицам летали. В общем, был полный песец. Тот самый, о котором мы как раз говорили в предыдущих 15 минутах. А это как раз город летающих собак. Да-да-да. И на самом деле в Анадыре так и говорят. Вот когда собаки по улицам полетели, вот тогда Пурга. Вот примерно вот такое и было. И мы поняли, что мы с этим серийным автомобилем уже не пробьемся, не доедем. А у нас были сроки. Сроки у нас были, собственно, обусловлены не открытием Олимпиады в 2014 году, а тем, что наступала весна. Банально тоже весна случается, и реки вскрываются, и проехать уже невозможно. Поэтому мы, в общем-то, и торопились. Поэтому было принято решение серийный автомобиль оставить в «Эквикиноте». И это был тоже, на самом деле, достаточно большой успех, потому что еще никто на серийном автомобиле не доезжал до «Эквикинота», насколько я знаю. Вот. И, в общем-то, он такой... Мы с ним трогательно очень расставались. Он тоже уже стал нашим таким волчонком. И мы его там оставили, поплакали, сплакнули, рюмочку за него подняли и поехали дальше. Собственно, была организована еще встречная экспедиция из города Петропавловска-Камчатского. Местные ребята из клуба «Квадратное колесо» помогали нам в пробитии пути из анадыряда в Петропавловск-Камчатский, потому что там реально никаких дорог вообще нет. Никто там вообще никогда не ездил, кроме снегоходов. И, собственно, вот ребята из «Квадратного колеса» помогали нам с вездеходами. И, соответственно, мы вместе уже пробивались целый месяц из анадыря в Петропавловск-Камчатский. Это вездеходы, это Ахары? Да-да-да, это Ахары. Достаточно популярные, известные японские вездеходы. И Сузу Ахары, которые там, собственно, на Дальнем Востоке очень широко используются. Люди их покупают, а это военные вездеходы, которые переделывают, ставят в них кунги, печки, буржуйки и, собственно, используют для доставки продуктов и для перемещения между поселками, между населенными пунктами. То есть вы с Ахарами шли практически месяц? Да, от Анадыря до Петропавловска-Камчатского. Вот мы практически месяц, без нескольких дней мы шли из Анадыря до Петропавловска-Камчатского. А Ахар сколько было? Ну, они, когда встречную экспедицию устраивали, у них тоже там количество увеличивалось, уменьшалось. И они там разбросали несколько Ахар по дороге. В Анадыре нас встречала одна Ахара, потом мы еще одну подобрали в Марково, которую неделю назад затопило деревушку. И еще одну Ахару они оставили в Оссоре. И, соответственно, мы в Петропавловск-Камчатске, у нас там уже вообще Кавалькада приехала, потому что местные джиперы у нас приехали встречать на снегоходах с машинами. То есть там целый караван уже был, когда мы добрались до Петропавловска-Камчатского. Вот где начались те самые непреодолимые трудности, после которых начали ломаться и люди, и техника? Если, конечно, начали. Но, скорее всего, были же моменты, когда очень хотелось как-то вот оказаться сразу резко в Сочи, а не в этом месте, в котором ты находишься. Ты знаешь, вот самое сложное для меня было стартовать, потому что вот эта вот подготовка муторная, которая шла там с августа месяца, постоянно какие-то новые водные, это туда, седа сюда, и покупка оборудования, договоренности, и все. Вот это было самым сложным. Потом уже, когда стартовали, уже перекрестились и пошли. Встали на лыжи, и все, вроде оно и покатилось. И я как бы все ждал, когда же станет реально тяжело. И вот когда минус 56, да нет, вроде не очень тяжело. Но вот когда там начали застревать, да нет, вроде как тоже, ну, там покопали, потаскали, вроде ничего. Но вот когда там пурговали, сидели, вроде тоже мы как бы ожидали этого. И вот уже раз и финишировали. И вот для меня самым тяжелым моментом, я уже два месяца проехал, самым тяжелым моментом оказалось то, что когда мы вышли на дорогу, то есть вот эта дорога, а не было ее месяца, вообще никакой дороги, мы не видели никаких транспортных средств, никаких машин. И вдруг мы вышли на дорогу и увидели след легкового автомобиля. И вот как мы выскочили из кустов, бам, дорога, бам, след легкового автомобиля. И здесь на меня как бы навалилось все. Вот это вот уже все. Экспедиция закончена. И как-то буквально там через пару минут навалилась какая-то такая пустота. И вот это было самым сложным. Я дня два, наверное, в депрессии такой находился, потому что я не понимал, а чего дальше делать. Собственно, вот это для меня была реально самая большая трудность. Она оказалась в тебе, а не в людях, которые были рядом с тобой. Ну, в общем, да, да. Потому что я как бы предполагал, да, мы будем там, иногда будем разговаривать на повышенных тонах. Да, оно было там. Иногда будет холодно. Да, оно было. Единственное, что вот мы не голодали. Голода как-то мы и не испытывали. Но иногда там было тяжело тащить. Иногда было еще что-то. Ну, в общем, оно как-то все предполагалось. То есть я как бы морально ко всему это был готов. И вот как-то вот сжатый такой какой-то механизм, там, как сжатая пружина, я вот это вот все дело преодолевал. Ну, в общем-то, люди со мной тоже, они как бы понимали все трудности, на которые они шли. И вот, говорю, вот пружина рожала в тот момент, когда вышли на дорогу, и стало понятно, что все уже, все кончилось. Это как гинеколог после смены. Люди, лица и проктолог. Живые, живые. Ну, и патологоанатом, собственно, тоже. Ну, вот теперь можно, да, экспедиционеров тоже к этому. Гинеколог, проктолог, полярный экспедиционер. Техника как была подготовлена? Вот эти три спецмашины. Значит, взяли серийное морокки. Изначально было, планировалось, понятно было, что на серийных машинах, в принципе, проехать вот по этому маршруту невозможно. От Анадыря до Петропавловского-Камчатского нереально. Нужно было ехать на колесах низкого давления. Это как бы было очевидным из опыта квадратного колеса, которые в свое время ездили с Петропавловского-Камчатского в Магадан и в Владивосток. Потому что глубина снега там до 4 метров. И, в общем-то, понятно, что на обычных шинах нельзя. Колеса низкого давления. Мы выбрали колеса низкого давления российской компании «Арктик Транс». Метр тридцать высота на семьдесят ширина. Понятно, что под такие колеса нужна была другая подвеска. Искали, кто это может сделать. Здесь, в России, нашли компанию «Солитон», которая находится в городе Саратове. У них уже к тому моменту существовал прототип. Они уже делали подобные машины как раз на базе «Амарокко». Обратились к ним. И, соответственно, они установили свою подвеску. Немножко ее переделали для того, чтобы можно было вонзить туда колеса низкого давления. Вот, собственно, причем там был технический момент, что у нас же 12 тысяч километров было по дорогам общего пользования. Мы на колесах низкого давления никогда бы не доехали. До сих пор бы ехали. Поэтому мы поставили колеса от БТР, доехали до Устнера. Там, соответственно, переставили уже колеса низкого давления. И дальше пошли уже на колесах низкого давления. Для этого нам как раз нужны были и легковые автомобили серийные, которые везли как раз вместе с нами вот эти колеса низкого давления. Что у нас получилось? У нас получились мосты от ГАЗ-66, карданы, 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 карданы тоже, по-моему, от ГАЗ-66, но там слегка модифицированы. Раздатка от ГАЗ-66, тормоза от УАЗа, колеса от БТР. Вот, как бы, вот такая вот вещь. Все, что, соответственно, сверху, коробка передач, двигатель, салон, кузов, все это Volkswagen Amarok. А вообще, кто это все придумал? Поехать на Амароках в такую даль, да еще под флагом Олимпиады, которая, по большому счету, глубоко по барабану людям, живущим за пределами Сочи и Москвы. Сергей, ну, много странных вещей случается в нашей стране, и, в общем-то, вот эта вещь совершенно не странная, мне кажется. Она такая очень-очень символичная, через всю страну на автомобиле. Немцы вообще всегда мечтали за Уралом оказаться. Вы одному из них такое предоставили? Да, 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 одному из них предоставили. Более того, когда мы приехали в деревню Аянка, это самая северная деревня на Камчатке, местный участковый сказал Райнеру, что ты первый иностранец в этой деревне. Вот он прям настолько был счастлив, что, ну, это же событие в жизни человека. Еще бы. Да. Так, а придумал-то кто? Вот как это родилось, в чьих головах? Мне сложно это сказать, но я уверен, что отдел маркетинга компании Volkswagen здесь каким-то образом причастен. Вот. Я давно мечтал, я, как уже говорил, вернуться, и для меня, в общем-то, это оказия. Для тебя это попутный билет просто. Да, 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 и я с огромным удовольствием подписался в этот проект и вообще не думал. Вот ты мне сейчас задал вопрос, кто придумал. Да, вот так оно. Кто в карту ткнул пальцем так удачно? Вот, не знаю, вот оно так вот случилось. На самом деле вопрос в другом. Вот тот, кто придумал, он техническую сторону как готов был реализовать? Он сказал, ребята, давайте придумайте что-нибудь, а немцы, а вот эти колеса от 66-го, то есть мосты, раздатка, а немецкий потенциал, он почему здесь не был задействован? Почему они все-таки взяли и поняли, что Россию нужно покорять русским оружием? Ну, на самом деле, это я, в общем-то, неким образом настоял то, чтобы русским оружием, потому что изначально фигурировала компания Arctic Trucks, исландская компания, которая занимается переоборудованием автомобилей под условия полярной эксплуатации, и, в общем-то, они должны были делать модификацию, но, в общем-то, я настоял на том, что нужно, чтобы машина была ремонтопригодной в любых условиях, пусть она будет чаще ломаться, главное, чтобы была возможность починить, потому что вертолеты не всегда летают из Исландии на Чукотку, а вот найти раздатку ГАШ-66 в Ассоре, это реально, мы так и сделали, мы нашли в Ассоре раздатку от ГАШ-66. Новости. Алексей Симакин, живой, руководитель полярной экспедиции Амарок, человек туда и обратно. Сколько тысяч километров в итоге получилось? Ну, в итоге получилось 16,5 тысяч километров, кстати, вот, когда мы готовили эту экспедицию, тот же Райнер Циттл сказал, что, парни, а вы знаете, это, в общем-то, такой нормальный рекорд Гиннесса, давайте-ка установим еще попутный рекорд Гиннесса. Мы сказали, Райнер, ну, вообще не вопрос, ты уже три установил, ты все знаешь, давай, иди договаривайся. Он съездил в Лондон, договорился. Выпил Гиннесса? Наверное, я как бы не присутствовал при этом. Сказал, что англичане не умеют, как всегда, немцы лучше. Не присутствовал при этом, но, в общем, итог такой. Он договорился, что если мы проедем от Москвы до Петропавловска-Камчатского, то это претендует на рекорд, который будет называться самое длинное автомобильное путешествие по территории одной страны. Собственно, было зафиксировано 16,5 тысяч километров, приехал в Петропавловск-Камчатский человек из Лондона, вот все в бабочке, в пиджаке, с портфелем, достал из портфеля сертификат и торжественно нам его там вручил. Но рекорд это был не самоцель, была целью этой, собственно, странной экспедиции, а, как ты говоришь, хотя для меня она абсолютно нормальная. А что бы не съездить в Игорь Викинот, например, на машине на викинг? Да, да. В общем-то, готов. Шесть лет штурмовал КМЛ-трофи, в конце концов, плюнул на эти тропики и поехал, конечно, промерз при минус 52. Вполне нормально, это по-нашему. Была цель, собственно, мы везли олимпийский дух. И когда... В баночке такой, по-моему, 23. Да, да, да. Для нас, собственно, тоже, когда мы стартовали, было несколько странно, что есть такой олимпийский дух. У нас был некий свиток, подписанный руководителями Оргкомитета Сочи-2014. И, собственно, мы как бы собирали пожелания, должны были собирать пожелания местных жителей, российской олимпийской команде. Вот. Здесь вот в Москве, это все действительно, вот, не смотришь меня так скептически, так, угу. Вот мы тоже так, угу. Ну, давайте, ладно, повезем. Повезли. Ехали, ехали. И, собственно, стали... Вот наша экспедиция стала обрастать легендами. Мы въезжали в какой-нибудь поселок, деревню. Нам говорили, о, так вы олимпийский огонь везете. Я говорю, не-не-не, мы не огонь, мы дух везем. А, дух. Ну, а где дух? Он сидит. Да, да, да. Вот. И, собственно, доехали мы до моего любимого населенного пункта деревни Андрюшкино, который находится вот в самых, что ни на есть, далеко. Вот прям ужас, как далеко. Я даже не представляю, зачем, то есть это за полярным кругом, там нет никаких ни речек, ничего. Зимой туда можно проехать на машинах или на вездеходах, а летом только на вертолете можно долететь. Вот. Так случилось, что в деревне Андрюшкино в этот день был какой-то праздник, приехали какие-то артисты на Уралах, там, три дня они ехали. Агит-бригада. Да, какая-то агит-бригада национальная там якутская. Ну и, собственно, мы там почетные гости, естественно. То есть мы как первые космонавты в каждой деревне, и нам говорят, давайте, 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 сейчас будете выступать. Мы такие, ну что, 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 что делать-то? У нас есть флаг с логотипом Сочи, ну давайте вот мы с ним выйдем. И вот я выхожу на сцену клуба, там клуб, человек 200, наверное, 250 сидит в клубе, то есть практически все население этой деревни, меня горячо приветствуют. Я думаю, что же этим людям там рассказать? Вспоминая Стапа Бендера, начиная, значит, там им проню васюки, они как-то очень, очень радостно на это реагируют, и я понимаю, что вот, ну нифига, вот такая вот как бы лицемерие с Стапом Бендером здесь не то. Маскаль клятый. Да, да, да. И вот я как-то достаем этот флаг, показываем, и что здесь началось? Зал вот прям взорвался. Реально, они все такие «Ура! Да, Сочи!» И вот это вот настолько по-честному, вот настолько нам это было странно, что нам стало стыдно за то настроение, с которым мы стартовали, вот за это вот, вот за это немножко так «Ага, ну да, ну, Сочи, вот это вот». И вот с тех пор мы как-то очень трепетно стали относиться вот к этой нашей олимпийской миссии, потому что люди вот там, на Чукотке, на Камчатке, вот там далеко-далеко на севере, они искренне верят в то, что это народная олимпиада, они искренне ее поддерживают, они по-настоящему пишут свои пожелания вот на этом свитке. Мы, в общем-то, как бы поняли, что вот эта наша олимпийская миссия, это не для тех, кто в Сочи, а это вот для тех, кто там на севере, потому что для них это реально по-настоящему, это реально важно. И вот здесь у нас какой-то случился перелом, и дальше мы приезжали в каждую деревню, мы приходили в каждую школу, там, в детские дома мы ходили, и везде рассказывали про олимпийские ценности, про Пьера де Кубертена, про олимпийские движения, и, в общем-то, как бы, вот это была наша олимпийская миссия, мы собрали полный свиток вот этих вот подписей, я очень надеюсь, что этот свиток, он попадет на олимпиаду, что, в общем-то, российские спортсмены, которые, они, наверное, по-честному, по-настоящему, там, за себя, за свою страну, за что-то, они там сражаются, они увидят вот эти вот пожелания, они такие, этот свиток такой намоленный, он такой настоящий, он прям вот по-настоящему, и, собственно, вот поэтому вот эта олимпийская миссия, она достаточно для меня логична и понятна, почему Volkswagen, потому что он генеральный партнер, почему Олимпиада, потому что вот эта олимпийская миссия, почему олимпийская миссия, потому что это пожелание тех людей, которые никогда не падут на Олимпиаду, но вот их слово оно там будет. А по поводу машины, какая у них была реакция? Ведь этот же край технически одаренных людей, там другие просто не выживают. И вот эти три чуда, ну, Ахары они видели, они понимают, что она может, поэтому когда она закопалась, они, наверное, тоже удивились, услышав об этом. А вот когда эта вылезла, у них эмблема-то Volkswagen хоть какую-то ассоциацию вызывала? Не могу сказать, что особенно в отдаленных деревнях люди вообще понимали, что это за автомобиль, что такое Volkswagen и как оно ездит, и вообще, что это за модель. Про Toyota они слышали, а вот как бы для многих вот Volkswagen было что-то такое впервые. Естественно, Якутск, Петропавловск, Камчатский, Анадырь, да, там все, о-о-о, Volkswagen, да, мы слышали, мы видели. В общем-то, в том же Анадырь мы видели даже пару Volkswagen, но там людям было странно и непонятно, что это за автомобиль, тем более, это такой монстрообразная штука, на колесах метр тридцать, мы как с лунохода оттуда спускались сверху, все, куда бы мы ни приезжали, везде мы обрастали сразу своры детворы, которые вокруг нас и на этих машинах прыгали, и скакали, и все фотографировались. То есть, ответ, люди там не очень знают про автомобили Volkswagen. Адам Казимирович, он обычно рассказывал о том, что такое Лорен Дитрих, показывал пальцем и удовлетворял любопытство, а любопытство, судя по всему, было во время пробега. Любопытства было очень много, мы... Половина запчастей родные, там на редукторе моста звезда наша любимая. Ну, собственно, было очень странно встречать наших коллег-дальнобойщиков, там такие нормальные мужики работают, которые... Фантастические мужики. В этих краях совершенно другие люди. Райнера очень всегда потешало то, что там минус 50 на улице, а он выскакивает из машины в тапочках и в футболке. Там что-то такое, там, дернул под капотом, обратно залез, поехал дальше. Вот, и, собственно, да, у них иногда там глаза были, да, особенно как из перевала мы навстречу друг другу выскакиваем, и он такой... Мать-перемать, что ж такое-то, что за зверь такой? Вы его на русском языку обучили, или он на немецком? Нет, он на немецком восхищался русскими мужиками. Это русское слово «мать» стало, наконец-то, немецким. Не научился говорить «зайчик, зайчик, зайчик, зайчик на приеме». Молодец, чудеса дрессировки. А какой-то технический аудит вы провели, вы потом сопоставили, сколько русского погибло и сколько немецкого погибло на этом маршруте? Потому что, судя по интернет-форумам, которые сопровождали длительным шлейфом все это путешествие по поводу тряпочных маховиков, раздаток, коробок, соотношение было всегда очень по-разному. Грустно об этом говорить, но счет не в пользу России. В общем, там где-то, скажем так, 85-0. То есть все немецкое выжило, а все наше поломалось, как личная жизнь. Да, у нас было два огромных пелекейса, таких больших черных чемодана с запчастями. Один был чемодан, соответственно, с отечественными запчастями, другой с немецкими. Немецкий чемодан мы ни разу не открыли, только масло подливали. Вот, соответственно... Народ на форумах пишет подробности, как меняли маховик. Маховик был немецкий. По поводу коробки передач, по поводу сцепления. Вы знаете, по поводу форумов вообще... Они все там видео норовят выложить. Вообще вот огромное количество свидетелей, которые лично видели, лично слышали, лично разговаривали. Где-нибудь там в тундре между Игвикинотом и Анадырем, где вообще ни одного человека нет. Человеку 10 свидетелей, которые вот лично сами что-то видели и даже лично слышали. И держали ключ. Да, и держали ключ, и участвовали в разговорах. Значит, ситуация такая. Машины, они, в общем-то, собственно, коробки передач и сцепления, естественно, не запланированные, не приспособленные, не сконструированные для того, чтобы крутить колеса по метр тридцать высотой. И потребовалось некоторое время на нашу адаптацию к вождению вот этими вот автомобилями. Ну, пока мы договорились с Мишкой, с Зайчиком, с Леопардиком. И, собственно, вот договаривались мы ровно до Екатеринбурга, две тысячи километров. И вот пока мы договаривались, мы поменяли два сцепления. Два сцепления и один маховик. За следующие 14 с половиной тысяч километров мы не поменяли больше ни одного сцепления, ни одного маховика. То есть проблема была вот именно в том, что мы нужно было привыкнуть работать с сцеплением, с этой машиной, работать и управлять этими автомобилями. К нашему ужасу, если что, то немецкие танки, в общем, бы справились с этой задачей. Немецкая техника, оказывается, живет в наших географических широтах. Сложно с менталитетом. Вот сложно. Вот немецкий порядок никак не может привыкнуть к абсолютно полному отсутствию плана. И когда мы с Райнером где-то в Якутии разговаривали, он такой, ну, Алекс, Алекс, ну а какой план-то? Какой план? Вот что? Он говорит, ну какой план? Ну вот сейчас поедем, а там видно будет. Он говорит, ну как так? Это такая серьезная экспедиция. Ее нельзя делать без плана. И я говорю, ну вот ты за Байкалом, это Якутия, здесь по-другому. Здесь надо пошептаться, побурханить обязательно. Вот для него это было что-то такое непонятное. Поэтому если немецкими танками будут управлять русские, тогда да, а так ничего не выйдет. Ну, вообще давно известно, что брать надо местным оружием, а никаким бы то ни было еще. Вот вы когда наконец-то достигли этого результата, вы приехали туда, вы выдохнули, и жизнь потеряла всякий смысл. Или у вас родился план еще через годик куда-нибудь съездить, а или, может быть, на Олимпиаду зарулить? Да нет, ну все это закрутилось, конечно, дальше. Там, собственно, как я сказал, депрессия продолжалась пару дней, потом пошли новые планы, новые какие-то проекты. И как будто эта экспедиция дала новый импульс. Сейчас, в общем-то, достаточно редко появляюсь в Москве, постоянно где-то нахожусь. А про эти автомобили, да, естественно, это, в общем-то, уникальные автомобили, которые проехали уникальный маршрут. И, естественно, что Volkswagen планирует каким-то образом использовать это в своих маркетинговых мероприятиях. И есть большая вероятность того, что два из этих автомобиля доедут до города Сочи, и во время Олимпиады на стенде Volkswagen они будут представлены в отдельной экспозиции, посвященной нашей экспедиции. Собственно, любой желающий может там это все дело посмотреть. Более того, мы туда привезем, планируем привезти различные сувениры и артефакты, подаренные нам местными жителями во время Олимпиады. И, в общем-то, все там смогут посмотреть и, опять же, те же самые иностранные гости узнать о том, что есть такая Чукотия и Камчатия, и это тоже Россия. Очень интересная история, я очень хочу про нее рассказать. В городе Аянка, после того, как мы выступили в селе Аянка, после того, как мы выступили в школе, рассказали про Олимпиаду, про то, про сё, к нам подбежала девочка и дала нам медвежий коготь, настоящий такой медвежий коготь. Я сказала, этот медвежий коготь принесет вам удачу. Я очень хочу довести этот медвежий коготь до Олимпиады, чтобы он был... Алексей Семакин, руководитель полярной экспедиции Амарок. Я под впечатлением этих северных твоих заездов. Так насчет когтя. Насчет когтя, собственно, были, вот нам подарили местные жители много всяких артефактов. Все эти артефакты имеют некий какой-то свой сакральный смысл, обереги, символы солнца и так далее. И, в общем-то, у меня есть большое желание довести это все дело до Сочи, чтобы это присутствовало на Олимпиаде. Я, в общем-то, страстный поклонник всех видов спорта, сам выпускник Института физической культуры. И, в общем-то, верю в то, что спортсмены всегда борются прям по-настоящему. И был коготь, был медвежий коготь. Девочка маленькая подарила нам медвежий коготь в деревне Аянка. А этот коготь приносит удачу. Если им по себе вот так вот поскрести, то этот коготь снимает как бы всю черную силу, всю грязь очищает и приносит удачу. Поэтому, в общем-то, я мечтаю вот этот коготь довести на Олимпиаду, чтобы члены нашей российской сборной могли перед самыми ответственными стартами себя почесать этим когтем. Ну и, собственно, чтобы девочка из Аянки помогла им выиграть олимпийские медали. Ну, ты на себе проверил его волшебную силу? Да-да-да, он лежит у меня дома, я и так... В день зарплаты тебе удаются. Я поскребываю по себе, да, ну и все хорошо, все закрутилось. Скажи, почему пресса проигнорировала вот это событие? Ведь журналистов было очень много, а информационного шлейфа практически никакого. И, что самое главное, ключевые издания отмолчались. Почему вдруг они не посчитали это достойным публикацией? Почему они не посчитали это подвигом? Почему? На чем произошел разлад, вот в точках зрения? Слушай, ну, это прям вопрос точно не ко мне, потому что я же не являюсь пиар-специалистом и там пиар-службы компании Volkswagen. И я, честно говоря, в принципе, за публикациями следил, потому что... Я следил, их не было. 60 лет, 60 дней, прости, мы ехали. Занят, это точно работал, да. И, в общем-то, и не знаю, чего там было, чего там не было. Не могу сказать. Ну, вот мы, я здесь, вот Финам-ФМ, уважаемая радиостанция, проявила интерес, это хороший показатель. Да, но это действительно очень интересно. И я не могу никак понять, почему разговор вокруг АХАР имел такие странные последствия, что часть маршрута, которую вы прошли на галстуке, а не колесом, она воспринимается теперь как подтасовка результата, когда это и не рекорд, и не доест. Потому что должны были либо в честную на лопатах рубиться, и на лебедках, соответственно, как полагается у джиперов. Потому что джиперы редко очень бегают за трактором, они обычно до последнего сражаются. И здесь получилось так, что очень многие, кто был в курсе этого события, кто за ним следил, они потом просто предпочли никак его не комментировать. Что довольно редко, поскольку само по себе событие уникальное. Из этого следует, что они не признали в этом подвига, в этом рекорда. И книги рекордов Гиннесса теперь относятся как к просто фотоальбому с красивыми картинками, где каждый результат воспринимается не до конца достоверно. Ну, я уже говорил, что, собственно, книга рекордов Гиннесса, она родилась в процессе подготовки. У нас не было цели установить рекорд. Установили мы его так уж заодно. А что касается честности рекорда, вообще, вот мне очень странно, когда люди, называющие себя всякими зябликами, бобриками и там подстранными никами, присутствующие в интернете, они как бы говорят о некой честности и прозрачности. Так вот, книга рекордов Гиннесса, уважаемый, наверное, самый уважаемый институт, который, собственно, фиксирует рекорды мировые. И именно книга рекордов Гиннесса устанавливает правила. И именно книга рекордов Гиннесса имеет, собственно, достаточно средств и возможностей следить за исполнением этих правил. И, собственно, именно они нам сказали о том, что в внедорожных экспедициях абсолютно нормальная ситуация, когда кто-то кому-то помогает. И несмотря на то, что мы скрупулезно, Райнер, он очень скрупулезный немец, записывал, а сколько километров нас поддергивали, и с 16,5 тысяч километров нас поддернули всего 198 километров, что, в общем-то, ну, как бы совсем, на мой взгляд, небольшое значение. И так они сказали, что они даже эти километры зачтут, потому что это входит в понятие «самая длинная автомобильная экспедиция по территории одной страны». Нас не везли на санках, нас не везли на листе железа, нас не везли. Да, были моменты, когда нас буксировали, но никто не говорит о тех моментах, когда мы вытаскивали эти охары. А было и такое, когда мы их на лебедках вытаскивали из наледи и так далее. Это было пять транспортных средств, которые участвовали в одной экспедиции. И мы все друг другу там помогали, и все друг другу копали. И то, что вот мы там как бы бамбук не курили, а вот, собственно, действительно рубились, и рубились абсолютно по-настоящему, вот это было так. Ну, а кто там как-то чего говорит, всегда кто-то чего-то говорит. Я, в общем-то, как-то собака лает, ветер дует. Ну, а немцы-то спасибо сказали. Вот за это, вот, по большому счету, совершенно невероятное мероприятие. Ну, конечно, да, было. Ну, пожали руку, повесили значок на грудь, сказали, ребята, вы молодцы. Да, а как еще? Ну, да. Ну, как Camel Trophy. Табличка, ты сделал это. Панка пива, да. Да, you made it. Да, you made it, да. Вот у меня это на стене висит, you made it, и висит, все, дальше работаю. Полярная экспедиция Амарок. Полярная экспедиция Амарок, да. Это на самом деле, вот ты затронул эту тему о том, что планы в громадье. Остальные планы, они связаны тоже с Volkswagen, или это просто уже такой рабочий задор, когда хочется еще раз, уже неважно на чем? Или это задор Volkswagen, который в этот регион собирается проникать как-то более серьезно? Я не отвечаю за планы Volkswagen, не знаю. Собственно, регион перспективный. Наверное, каждый автопроизводитель туда собирается каким-либо образом проникать. Ну, Ахара, например, и Суза? Ну, нет официального представителя Ахара и Суза в России. Они все покупаются с аукционов и все переделываются. Но, в общем, так или иначе, я верю в то, что рано или поздно Лада Калина, желтая или какая-нибудь другая, к тому времени, проедет по тому маршруту, по которому мы проехали. Ох, ничего себе. Что-то очень галлюциногенная мечта. Ну, реально, там никто никогда не ездил. И мы проехали первые. И, в общем, там, как бы, джиперам, которые, или путешественникам, которые там едут по зимникам. На Чкотке хорошие зимники. Проехать до Анадыря, по большому счету, вообще проблем сейчас не составляет. Там везде хорошие зимники. То, что мы бросили машину в Иквикиноте, нам говорили, ребята, вы бы неделю раньше приехали, на легковых машинах можно было доехать от Иквикинота до Анадыря. Вам сейчас не повезло. Вот такая вот пурга все замело. Через две недели опять дорогу натопчет. А вот из Анадыря до Петропавловска-Камчатского вообще никто никогда не ездил. И, собственно, вот мы первые, которые там проехали на колесной технике. И, ну, дорога-то рано или поздно будет. Ну, в общем, не век же нам жить. Ну, хотя уже несколько веков живем с дураками, с плохими дорогами. Ну, когда-нибудь это кончится. Когда-нибудь дороги-то построят. Когда-нибудь дураки-то куда-то денутся. И, собственно, мне будет приятно, если дорога пройдет там, где мы проехали. А представляешь потом, где-нибудь там на сопке памятник первопроходцу, например, Симакину или Амароку. К тому моменту уже будет не очень понятно границы между этими именами. В общем-то, да. Большое видится на расстоянии. Там весь вот этот вот, как бы сказать-то, помет, который был в интернете по поводу... Он как бы пройдет. И, в общем-то, все равно мы это проехали. И никто до нас этого не сделал. И вряд ли кто-нибудь, когда в ближайшее время, это повторит. Но я не тешу себя большими мыслями, большими надеждами или какой-то специальной радостью о том, что где-то будет там стоять памятник. Дай бог, что он стоял как можно позже, его установили. Ну, это да. Потом этот памятник будет в другом месте, в географии. Хотя, кто тебя путешественника знает? Учитывая, что ты иногда так уходишь из дома покататься на машине на пару месяцев, вполне возможно, что памятниками будет усеяна какая-нибудь удивительная географическая территория, далекая-далекая. Нескоро. Естественно, не скоро. Надеюсь, да. Надеюсь. Скажи, где, в принципе, можно посмотреть картинки? Ведь снимали же много всего. С нами ездили операторы телеканала «Моя планета». Есть такой телеканал? Да. И, соответственно, в сентябре выйдет шестисерийный фильм о нашем путешествии. Там все можно будет посмотреть. Вот на этом самом канале «Моя планета». На этом самом канале «Моя планета» будет фильм шесть серий. То есть те, кто обладает выходом в интернет, смогут через какое-то время просто скачать и посмотреть. Да. Ну и, собственно, в интернете «Амарок-2014» там по-прежнему этот сайт существует, все фотографии есть. И они действительно очень красивые, очень красивые. Сейчас уже я сам пересматриваю это дело и такой думаю, вот какая красота. Невероятная. Жалко, что вот два месяца назад я этого или три месяца назад я этого как-то не ощущал, не понимал, потому что это была абсолютная рутина. И как-то это все вот бабах, и два месяца прошло. Ну, там планета совершенно по-другому видится. Абсолютно. Вот она, знаешь, как в горах. Вот действительно точка сборки съезжает, и все вот по-другому. Ты не можешь объяснить, что по-другому. Ну, вот все по-другому. Природа другая, звук другой, запах другой. Люди другие. Люди вообще другие. Люди другие. Они кардинально другие. Они кардинально. Да, и с ними, и с ними, и вот они вот настолько искренне и честные, и как бы, и всегда-всегда помогут. Банальные слова сейчас говорю, оно не получается сказать, но там просто по-другому. Просто вот поверьте, съездите на север. Съездите, съездите, да, тем более дорога-то есть уже. Уже известно. Это был Алексей Семакин, чрезвычайно удачливый руководитель полярной экспедиции «Омарок». Леш, спасибо. Спасибо большое.